привет мои хорошие привет мои родные вы меня немножечко потеряли да вот он уж простите не снимала потому что я не знаю что произошло со мной с моим здоровьем все вроде бы так уже начала хорошо активненько выходить с тяжелых дней до этот субботу встречались подружками ходили в ресторан да конечно сидеть в ресторане было немножечко сложновато да спустя там какой-то час час-полтора что ноги отекали такое все но это такое это мелочи просидели мы в ресторане аж до 12 часов ночи ну классно с подружками весело провели время потом приехали еще домой в общем с аришкой лежали на диване и с ней болтали аж до трех часов ночи потом разошлись спать и как-то сна конечно не было ни в одном глазу в общем 7 часов мы уже с ней вместе пили кофе ну все было хорошо как говорится вообще чувствовала если бы великолепно потом приготовили этот обед приготовили юляша нам приготовила да и мы вместе в общем пообедали классно в общем провели целый день воскресный вместе все но в общем было все хорошо что вы случилось в понедельник бог его знает не знаю что он как ничего не предвещало беды но такое впечатление вроде бы меня вообще полностью подменили вот стало резко тошнить тошнит уже несколько дней и при том что всегда церукал у меня работал настолько круто и классно не знаю это церукал не берет поднялась немножко температура небольшая но 37 7 и 3 37 и 4 появились сильные эти язвы во рту но то что у вкуса нет то его уже давно нет в общем все все этот все потрескалась в общем просто кошмар какой-то но и дело в том что ничего не могу есть вот вообще вот получается вчера за целый день я съела одну мандаринину вот а сегодня пол гранаты это только так вот получается сок выжимаю остальное все выплевываю не знаю ребята с чем это связано вообще просто не могу ничего засунуть в рот сильно переживали между я много ем что это ну слава богу у меня всегда был аппетит да я всегда говорила что я не жалуюсь не жалуюсь в общем на аппетита это что это произошло в общем ребят не знаю но вчера даже не брала тяжелый телефон не могла ничего заснять и просто лежала пластом просто пластом и помимо того помимо того что и там что вот это все еще кости боже кости вот это вот вот так вот даже не могу сделать вот делаю так вот у меня такое ощущение вроде бы скелет я не знаю какого-то там столетнего человека каждое каждое движение каждое все дается с таким трудом просто кошмар какой-то бака вообще не могу не повернуться ни налево не направо ноги вот только что заставила себя с трудом думаю так возьму собаку и пройду вокруг дома буду потихонечку держаться за стеночку потому что слишком этом шатается голова ну в общем я еле-еле дошла у нас еще такой круг огромный я уже думала что я сяду и все ну ничего потихонечку вот дошла и присела вот сейчас после подъезда думаю все таки засниму расскажу вам чтобы вы не переживали что я жива просто что-то что-то время временно сделалось как-то не очень хорошо но надеюсь что это все дело времени меня только единственное что чему-то пугает и что что в принципе по времени я уже должна была выйти обычно у меня химия была получается восьмого числа сегодня какое сегодня 16 по моему 16 но обычно в этот день обычно я всегда уже гоняла я уже мне уже было дома и не интересно мне уже хотелось куда-то пойти погулять где-то сходить по магазинам вот я получается вот первый раз вышла только на улицу если не считаю то что мы ходили когда в этот ресторан ну так что мы получается вышли возле подъезда сели в машину да и все точно так же туда приехали под самый вход точно так же обратно то есть максимум моих шагов было это 20 шагов да сегодня вообще вот просто лежу и все говорю юля так я буду одеваться пойду говорю схожу это на прогулку хоть немножечко хоть полегонечку потому что что-то я чувствую что кровать засасывает знаете когда тебе день плохо 2 плохо ты больше начинаешь себя жалеть больше больше начинает там вот и вчера вчера вот это не было сегодня того и то есть то есть появляются какие-то новые побочки и с этими побочками ты все как-то больше тухнешь тухнешь и расстраиваешься но хочу сказать что да пятая химия меня удивляет больше всего и сказать о том что есть какие-то у меня надежды или ожидания что шестая химия пройдет на лайте думаю наверное наверное я очень слишком ошибаюсь и единственное что хочу сказать что я очень сильно преклоняюсь перед теми своими зрителями которые мне писали что они уже проходят там пятнадцатую двадцатую и даже одна женщина писала что она пережила 32 химии это просто это вообще это матри мне это я в шоке вот вы молодцы вы герои вы бойцы я вам всем желаю всем всем крепкого здоровья а я что-то вот видите после пятой начала начала рассыпаться но пугая только единственное одно что сегодня это получается не знаю вроде бы 16 число вот а 29 числа у меня 6 химия это уже будет последняя химия перед операцией и как там как-то я успевала восстановиться до следующей химии ну ничего надеюсь что вот еще там неделика есть какая-то что получится все это потому что то что у меня знаете не был аппетит я каждый день в свой рацион в рационе были там овощи фрукты да вот я без конца ела этот гранат хурмун в общем все 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 делала себе запас хороший а сейчас ничего не могу в этот в рот засунуть ну ничего потихонечку буду хотя бы соки вот эти выжимать там да с апельсина это хотя бы хоть что-то хоть какие-то витаминки все это но еще вот это вот пугает что сильные не сильные кровотечения носовые вообще вот просто льют реки и и все вот это вот что меня пугает что про очень светлая прям такая такая прям жидкая как вода и дело в том что я ее часами не могу остановить вот это вот немножечко так настораживает что это самое дорогое до вытекает сейчас у меня ой гемоглобинушка да тут за ним трясешься за каждым чтоб каждый удержался в организме чтобы только не падал слушать а тут получается и так запастись не можешь да потому что ничего ничего в желудок не идет так еще и это еще и через нос теряешь в носу раны корки дышать невыносимо вообще все это и пытаюсь там размачивать сначала этой соляным этим раствором ну аквамарис да вот этот потом мазями смягчать все равно нет да нет ты как-то заденешь и тут же если эту корку задел тут сразу течет эта кровь это не минут по 10 по 15 точно вот это немножечко ребята так огорчает и этот и настораживает ну ничего не не буду в общем я вам долго плакаться в общем то как говорится жива и уже и уже радует так что я борюсь я восстанавливаюсь я я знаю что я сильная я смогу единственное что знаете очень так вот огорчает меня в том что что дети видят что я целый день просто никакая а хотелось бы им уделить внимание пойти где-то с ними погулять в общем не хотелось бы конечно чтобы они больше видели маму в болезненном виде чем в здоровом так что вы так вот ребятушки так что я вас всех целую и обнимаю всем вам как всегда по традиции желаю крепкого здоровья берегите себя и берегите своих близких спасибо что у меня есть спасибо что вы со мной спасибо за ваши поддержки за ваши комментарии ребятушки читаю все не всегда все отвечаю честно туши не знаю почему-то немножко так вот опускаются руки но понимаю что нет нельзя давай ну в общем я я вас вижу я вас слышу да ну если вдруг не увидите да ответку или сердечко то не судите пожалуйста строго но я все равно душевно с вами и хорошо мне или плохо я все равно стараюсь выйти и поделиться с вами как у меня сегодня прошел день все я вас обнимаю крепенько и всем до скорой встречи пока пока